Друзья, всем привет! Это канал Технобар Плюс и сегодня у нас полный тест смартфона OnePlus 7T Pro. Данный смартфон приобретался в магазине Comfy за сумму 16 тысяч гривен. Как на мой взгляд, самый лучший магазин в Украине, самая лучшая цена за данный смартфон. Смартфон стоит каждого вложенного в него доллара, друзья. Итак, приступим к распаковке. По традиции, друзья, смартфончик пока отложим. Начнем с распаковки коробочки. Здесь некий текст, пожелания для будущих пользователей смартфона. Вот такая коробка, друзья. Смартфон в версии 8.256 в цвете Haze Blue. Это глобальная версия. Присутствует функция Dolby Atmos, друзья. Здесь OnePlus 7T Pro. Название. Открываем коробочку. Что в комплектации? А в комплектации у нас, друзья, сразу же идет защитный чехол. Ванночка, в которой находился смартфон. Коробка такая вот вся яркая, красная. Конвертики. Значит, зарядное устройство у нас идет на 30 ватт. Пленочка, в которой был смартфон. Скрепка для извлечения сим-лотка, друзья. Она нам сейчас понадобится. Что в конверте, друзья? В конверте у нас находится какая-то визиточка. Наклеечки, друзья. Письмо от директора компании OnePlus. Ну и на английском языке инструкции. Это нам вряд ли поможет. Хотя, в принципе, я не знаю, кто от такого рода инструкции читает. Лично я ее читать не собираюсь. Ну да ладно. И кабель USB Type-C. Напомню, друзья, что через данный кабель и данное устройство формата Warp Charge, кстати, вы сможете зарядить с нужной скоростью 30 ватт только смартфон OnePlus и смартфоны от компании Oppo. То есть, зарядные и кабеля от компании Oppo подходят к смартфонам от компании OnePlus. И наоборот. Итак, друзья, смартфончик непосредственно. Красивый цвет. Друзья, что по описанию по смартфону? Напомню, с завода идет пленочка здесь уже. Красивый вот такой вот перелив цвет. Камера выступает, ну, буквально на 1 мм. Здесь идет, получается, три камеры на задней стороне. Вспышечка. Лазерный автофокус. Название OnePlus. Здесь аккуратненько все тоже. С правого боку у нас триггер переключения звуковых режимов. Кнопка включения-выключения. Сверху идет камера, выезжающая. Дополнительный микрофон, друзья. Слева идет качелька регулировки громкости. И снизу идет у нас SIM-лоточек. Лоточек идет прорезиненный, как мы видим. С резиночкой это уже хорошо. На две nano-SIM-карты и все. 256 гигабайт памяти. В принципе, друзья, в этом смартфоне достаточно. Разъем идет Type-C. Микрофон, динамик. В данном смартфоне полноценное стерео. Это лучший из смартфонов по качеству и громкости. Из тех, что у меня были, друзья. А у меня было много смартфонов. Полноценное стерео здесь рулит. Итак, друзья. Теперь, что у нас по плану. Ну, во-первых, друзья. Непосредственно сам экран. Сам экран, друзья, у нас идет, во-первых, смартфон выпуск октябрь 2019 года. Как бы долго, да, время, но он до сих пор актуален. Размеры, друзья, смартфона 162 на 75 и на 8 миллиметров толщина. Экран идет, друзья, здесь водопад. Это скошенные края, но за все время использования, а поверьте, я его использовал несколько месяцев, фантомных нажатий не было. Мне такой форм-фактор нравится. Экран сочный. Это Fluid AMOLED матрица. 206 грамм. Единственное, он тяжелый, друзья. 206 грамм вес смартфона. 88% поверхность использования. Практически безрамочный. Минимальный подбородочек. Минимальный сверху. Все симметрично, друзья. Края нормальные, красиво. Все. Смартфон конфетка из коробки. Сразу же. Ну, что я хочу вам сказать, друзья. Относительно экрана сразу же информация. Во-первых, смартфон только в таком цвете и только в такой комплектации. 8256 поставляется. Экран 667. Fluid AMOLED. 19,5 к 9 соотношение сторон. Экран Quad HD+. Разрешение, то есть, 3120 на 1440. 516 ppi на дюйм. Друзья, это просто обалденная плотность пикселей на дюйм. Устойчивый экран к царапинам Gorilla Glass 5. Частота развертки экрана 90 Гц, друзья. Яркость 550 км на метр квадратный. Контрастность 60 000 к 1 коэффициент контрастности. Экран поддерживает HDR10 плюс контент. Присутствует цветовой диапазон DCI-P3. Устойчивое к царапинам стекло. Имеет водопад. Форму водопада по бокам поддерживает 10 касаний. Друзья, ну, что касается экрана. Конечно же, если я включу вот так изображение на экране. А выбрать здесь можно... Вот сейчас Full HD+. Можно выбрать Quad HD+. А также частоту 90 Гц. Конечно, экран преображается. Но, друзья, это сильно садит батарею. Сразу вам говорю. Экран, вот именно разрешение экрана, садит батарею. И причем прилично. Вот. Так что... За это я бы на вашем месте подумал, в первую очередь, как лучше использовать экран на полную мощность, как говорится, на полную катушку. Либо же как-то выставить 60 Гц и разрешение Full HD+. Тут уже на вкус и цвет, как говорится, фломастеры бывают разные. Но экран фантастика, когда выставляешь полное разрешение. Вот, Quad HD+, 90 Гц. Для него 90 Гц отлично. 90 Гц и 120 Гц различия практически нет. Экран на солнце виден обалденно. Как на мой взгляд, на нем и фильмы смотреть, и выигры играть. Это просто... Я считаю, это просто гениальный экран. Вернее, экран созданный гением. Ну, как на мой взгляд. Экраны здесь, кстати, выпускает компания Samsung для компании OnePlus. Кстати, спикеры поддерживают функцию Dolby Atmos, друзья. Смартфон очень громкий, сразу вам говорю. Поэтому... Это для тех, кто любит послушать музыку в хорошем качестве. На смартфоне. Я не знаю, правда, кто. Но этот смартфон достаточно качественный, выдает звук. Достаточно громкий. Друзья, что касается железа. Теперь. Значит, смартфон. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Здесь идут одно ядро CRIO 485 максимальной тактовой частотой 2 ГГц, 2,96 ГГц. А также три ядра CRIO 485 2,4 ГГц. И четыре ядра CRIO 485 частотой 1,8 ГГц, друзья. Процессор сам собран по 7-нанометровому техпроцессу, друзья. 64 бита. Графический редактор здесь Adreno 640 с частотой 700 МГц. Оперативка типа LPDDR4X, друзья, с 8 ГБ. Смартфон в среднем набирает в тестах Antutu 482 400 баллов. Здесь оперативка, друзья, еще старого стандарта LPDDR4X, хотя уже есть LPDDR5. Но, друзья, память UFS 3.0, не 3.1, 3.0 на 256 ГБ. Возможность памяти расширить нет. Ну, я вам хочу сказать, что, допустим, UFS 3.1, как на смартфоне Xiaomi Mi 10T и T-Pro в 865 снэпе, и LPDDR5, ну, особого отличия нет, я вам так скажу. Это просто название, фишки, кто гонится за производительностью в синтетических тестах, ну, как бы это для него. Сканер отпечатка, друзья, здесь встроенный в экран. Я вам его еще продемонстрирую. Ну, то есть, с железом здесь полный порядок, все игры идут, я вам так скажу, все игры идут на максималках. Даже тот же Genshin Impact. Очень требовательная игра. Качал ее, пробовал, все идет бомбезно. Этот процессор еще даст прикурить многим. Друзья, такой же процессор сейчас вышел в смартфоне Poco X3 Pro. Буквально вчера представили данный смартфон, но там он называется Snapdragon 860. Это клон процессора Snapdragon 855+. То есть, клон вот этого процессора. Поэтому, друзья, рекомендую. Рекомендую. Друзья, что касается смартфона в этом звука. Сейчас я вам включу и продемонстрирую. Так, включаем Wi-Fi. Звук здесь действительно крутой. Включаем YouTube. Музыка без авторских прав. Да, конечно, без рекламы в YouTube, но ничего страшного. Так, сейчас, кстати, триггер переключения громкости находится вот здесь справа. Сейчас звук выключен. И вот теперь звук, друзья. Все сделал на максимум. Как вы слышите, играет бомбезно. Сейчас поставим какую-нибудь другую композицию. Еще музыка без. Качество звука здесь вообще отменное, друзья. Ну, как вы поняли, звук здесь просто кайфовый. Он играет громче, чем смартфон Xiaomi Mi 10T, громче, чем Poco X3 NFC, громче, чем Xiaomi Mi 10T Lite. Это те смартфоны, которые у меня были, друзья. На обзорах вот конкретно звук классный. Что касается наушников, друзья. Вот здесь нас поджидает, как говорится, подвох. Нет переходника, вам придется докупать переходник, либо переходник уже непосредственно не использовать, а через ТВС наушники слушать данный смартфон. Он поддерживает все кодеки, друзья. И APTX HD, и APTX просто, и LDAC кодек, и AAC, и SBC. Но там еще бесчисленное множество данных кодеков разных современных звуковых. Он поддерживает очень много разных, главных, разных, кстати, звуковых эффектов. Если сюда качнуть эквалайзер, самый даже обыкновенный смартфон улучшается в разы, друзья. Теперь, что касается звука в наушниках, друзья. Ну, звук в наушниках мне очень понравился. Очень понравился, особенно, когда наушники поддерживают APTX HD кодек, а у меня такие наушники есть. Врубаешься, басы хлесткие, вернее, верхние частоты хлесткие, басы уверенные, глубокие, чистые, средних частот в норме. Что еще нужно, друзья? Как на мой взгляд, в принципе, переходничок покупаем. Здесь, конечно, встроенного чипа нет. Но я не знаю, как компания... Вернее, как тут не чип. Тут есть сам Dolby Atmos режим. Dolby Atmos. Его можно добавить. Вот. В режиме Dolby Atmos. Но чипа здесь звукового, к сожалению, нет музыкального. Ну, в общем, режим Dolby Atmos есть. Здесь просто его надо найти и выставить, друзья. Я сейчас не буду на этом заморачиваться. Но, как на мой взгляд, кстати, вспышка в качестве фонарика. Как на мой взгляд, смартфон удался обалденным. Теперь, друзья, короче, с наушниками полный порядок, с внешними динамиками, динамиками стерео тоже полный порядок. Как на мой взгляд, супер. Далее, друзья, что касается камер данного смартфона. Ну, камеры, я вам хочу сказать так. Здесь все те, что необходимы. Первая камера это Sony IMX586. Нам всем знакомы. На 48 мегапикселей. Апертура 1.6. То есть, очень светосильная камера. ISO регулируется от 100 до 3200. Размер пикселя тут идет 4 в 1. Получается, размер пикселя 0,8 микрометра, но он идет 4 в 1. Далее, друзья, второй нужный модуль. Телеобъектив на 8 мегапикселей. Апертура f2.4. Размер пикселя 1 микрометр. Широкоугольный объектив на 16 мегапикселей, друзья. Sony IMX481. Апертура f2.2. Размер пикселя 1 микрометр. Также присутствует вспышка. Запись видео идет здесь замедленная. До 960 кадров в секунду, друзья. Пишет смартфон видео максимум 4К 60 кадров в секунду. На всю память. Вплоть до на все 256 гигабайт можете записывать. Единственный нюанс, друзья. Если нагружать этот смартфон долгой записью видео, есть такой косяк. Увы. Смартфон перегревается. Выключает видео и отдыхает. Ну как в режиме в обыкновенном, вот в таком. Но он отдыхает. Это, конечно, просто. Но это после, наверное, минут 20-30 записи. Допустим, 4К 60 кадров в секунду. Он может на время отключиться. То есть поставили на паузу, подержали его минут 5-10. Потом просто полежал он. Врубаем видео, поехали далее. Есть 4К видео. Цифровой зум, тройная камера, друзья. Оптическая стабилизация изображения присутствует. На основной объектив. Цифровая стабилизация. Автофокус. Сенсорная фокусировка, друзья, на камере. Передняя камера, друзья, выдвижная. Это выглядит примерно вот так. Как вы видите. Кстати, передняя камера выдвижная. Она идет... Фронталка, то бишь селфи. Та же селфи-камера. Она идет с... Электронной стабилизацией. То есть стабилизация есть и очень даже неплохая. Выдвижная камера. Регулируется полный набор настроек. В Pro режиме свободно. Все регулируется. HDR съемка. Съемка в режиме RAW. Распознавание лиц. И фронталочка у нас, друзья, на 16 мегапикселей. На 16 мегапикселей. АМХ 471. Апертура f2.0. Размер пикселя 1 микрометр. Итак, друзья, кстати, в рейтинге DXOMark этот смартфон получил 114 баллов общую оценку. Ну, в принципе, кто доверяет, кто не доверяет DXOMark, это уже дело такое, как говорится. Итак, друзья, пройдемся по меню камеры. По меню камеры. Значит, получается, камера у нас, во-первых, меню. Напомню, что смартфон на 11 Android присутствует. Во-первых, интервальная съемка на ширик, на основной объектив, трехкратный зум, максимальный зум, друзья, 10x при Full HD и при 720p с 30 кадрами в секунду. Десятикратный зум присутствует. Это интервальная съемка. Она идет. Вот с автофокусом вообще вопросов нет. Кстати, полный тест камеры данного смартфона у меня уже на канале. Смотрите. Ставьте свои оценки, как говорится. И делитесь своим мнением в комментариях, друзья. Сейчас пока выключим. Далее, друзья, панорамная съемка присутствует. Замедленная съемка Full HD 240 кадров в секунду. 960 кадров в секунду идет в режиме HD замедления. И также 480 кадров в секунду. Пишется, с замедлением может писаться видео с применением фонарика. Далее, друзья, видео пишет 4K 60fps. Full HD 60fps, Full HD 30fps и 4K 30fps. А вот почему нет режима на фронталку хотя бы Full HD? Ну, не знаю. Full HD 30 кадров в секунду максимум. В каком режиме пишет фронталка. Это плохо. Режим ультра стабилизации пишется только Full HD 30 кадров в секунду. Но стабилизация действительно бомбическая. В режиме ультра стабилизации невозможно, друзья, включить вспышку, как мы видим. Ну, то бишь подсветку. Это, конечно, плохо. Но я думаю, еще с этим компания OnePlus что-то сделает. Ну, 4K 60 кадров в секунду пишет он отлично. Кстати, можно писать видео 4K, а также Full HD. С максимальным зумом 10 крафт. Ну, вот как-то так, друзья. В Full HD 30 кадров в секунду можно писать видео на ширик и с трехкратным оптическим зумом. Друзья, что по фото части у нас? По фото части выставляется таймер до 10 секунд. Можно вспышку включить на автомате или выключить. Фото в режиме Super Macro фотографирует. Обалденно, я вам скажу, как вы видите. Вот. Super Macro здесь классная. Рекомендуется снимать на расстоянии 3-4 сантиметра. Super Macro делается 4х3 формат изображения. Полная экранка. А также 1 к 1 для Инстаграма. Далее, друзья. Кстати, Super Macro делается как с зумом, так и на ширик. Я такое, честно говоря, вижу впервые. На ширик Super Macro, друзья. Это вообще круто. Далее. Значит, портретный режим. Портретка у нас делается с эффектом боке, так называемым. У нас делается на широкоугольный объектив и на основной. Далее, друзья. Кстати, в портретном режиме также выставлять можно таймер до 10 секунд. И улучшалки для лица. Далее, друзья. Фото делается в ночном режиме. На ширик и на основной. Есть режим стабилизации. Стабилизация это для того, чтобы получить астрофотографию. Для фотографирования неба и так далее. Таймер можно выставить. В режиме треноги. То есть, режим штатива. Опять же, можно выбрать один к одному, но 4 на 3 выберем. Опять же, фотографируется в режиме штатива либо ширик, либо основной объектив. Далее, друзья. Профессиональная съемка. Режим профессиональной съемки. Значит, как мы видим здесь все показатели, которые нужны профессиональному фотографу. То есть, ISO идет до 300, от 100 до 300, хотелось бы, конечно, от 50, но от 100 начинается. Теплее, холоднее картинку, значит, делать можно. Скорость затвора. Баланс белого. А так же, регулировка фокуса. Как на мой взгляд, режим Pro здесь крут. Вот, кстати, друзья, и портретная, интервальная съемка. Все здесь есть. Чтобы быстрее выбрать, просто проводим вот так снизу вверх и все есть. Все то же самое, друзья, можно делать фото-видео на фронталочку. Вот фронталочка, пожалуйста. Все. Так же можно. Что касается меню настроек, друзья. Что касается меню настроек, есть такие функции, как UltraShot HDR. Изучает окружение, составляет оптимальную фотографию интеллектуально из нескольких кадров, друзья. Интеллектуальный анализ сцены. Это интеллектуальный алгоритм. Рекомендует оптимальный эффект для текущих условий фотосъемки. Зеркальное селфи, друзья, эффект. Можно включить, выключить. Долгое нажатие затвора. Можно поставить, чтобы сделать серийную съемку, либо включилась запись видео. Высокоэффективное видео в режиме HEVK. Сейчас популярная фишка. То есть сжимает файл, чтобы он не был слишком длинным. Видеофайл. Гистограмма. Горизонтальная ориентирная линия. Пользовательские режимы, друзья. Какие хотите, можно добавлять. Коррекция перспективы широкоугольного объектива. Включить, выключить. Сетку. Добавить, убрать. 4х4, 3х3. Золотое сечение режим. Водяной знак. Можно добавить. Можно написать свой. Я считаю, это вообще круто. Звук затвора. Включить, выключить. И геотеггинг. Друзья, но я думаю, камера здесь еще будет развиваться. Здесь будет она развиваться и будет намного все интересней. Ну, прошу вас оценить ту работу, которую я проделал относительно полного теста камеры в данном смартфоне. И, естественно, подписаться на канал, поставить лайки. Либо дизлайки, кому что-то не понравится. Жду от вас, друзья, конструктивные комментарии относительно этого видео и относительно видео полного теста камеры данного смартфона. Как на мой взгляд, с камерой тут вопросов нет. Она снимает, друзья, как айфон практически. Конечно, в айфоне есть свои нюансы. Но, айфон, конечно, на первом месте сейчас, особенно 12-й. Но, как 11-й, может чуть хуже. Вот она снимает. Как на мой взгляд, крутая камера. Особенно ее светосила и ночной режим вообще круто. Друзья, теперь, что касается аккумулятора в данном смартфоне. Ну, сказать, чтобы он слишком... Аккумулятор... Энергоэффективный процессор. Здесь, конечно, по 7-нанометровому техпроцессору. Но аккумулятор 4085 мАч, друзья. Ну, как бы так, знаете... Сказать, что это отличное, с запасом... Нет. Нет. Я не скажу. Аккумулятор здесь слабоват. Но, опять же, друзья, если вы выставите Full HD, 60 Гц, на день спокойно хватает. Сценарий один и тот же. Кстати, на 30-ти ваттное зарядное устройство поддерживается. Смартфон за час заряжается полностью. Формата Warp Charge. Хватает этот смартфон даже больше, чем на рабочий день. То есть, 7 часов мой сценарий использования встал. Если Full HD, то 60 Гц. В 7 часов встал. Опять же, видосы. Пока собираюсь на работу. Игры часа полтора в день. Видосы, наверное, часа четыре в день. Звонки, постоянно две сим-карты. Около 30 минут фото-видеосъемка. И, в принципе, прихожу я домой. Но смартфон уже где-то 15. В 8 часов вечера я прихожу домой. 15% остается. То есть, на зарядочку. Но зарядка очень быстрая в данном смартфоне. И, как на мой взгляд, ну... Она здесь просто крутая. Вот. Что касается зарядки. Зарядка заряжает быстро. За час. Что касается разряда аккумулятора. В принципе, на день хватает. Если вы, конечно, выставите Quad HD разрешение и 90 Гц. Конечно, где-то к часам 5-6 вечера. При моем сценарии он уже попросится на зарядку. Там останется процентов 5. Вот как-то так. Но, в принципе, я надеюсь, что с приходом 11-го Андроида сюда он пришел недавно. Буквально. В финальный релиз. Я думаю, что-то изменится, друзья. Теперь, друзья, что касается оболочки данного смартфона. Оболочка здесь, значит, Oxygen OS 11. На данный момент. На базе 11-го Андроида. Как мы видим. Вот. 11-й Андроид. Здесь есть. Oxygen OS 11. Как на мой взгляд, самая приемлемая оболочка. Она приближена к Андроиду. Обновление системы безопасности, кстати, от 1 февраля 2021 года. Свеженькая. Самая дружелюбная оболочка, как на мой взгляд, Oxygen OS 11. Ну, отлично. В этом плане все отлично. Как на мой взгляд. То есть, она очень удобная, простая. Никаких нет каких-то вот приколов. Вот она как чистый Андроид. То есть, на мой взгляд, обои здесь вообще великолепные, как на мой взгляд. Вот, смотрите. Присутствует, да, даже, друзья, функция. Вот есть обои живые. Можем выставить живые. И, допустим, вот как мы видим. С приятным звуком блокируется, разблокируется смартфон. Присутствует функция в оболочке новенькая, которая мне понравилась. Эта функция называется Canvas. То есть, делаете какое-то изображение, допустим. Фото эти что-то. Ну, это нужно фото человека. Ну, допустим, сфотографируем вот этого человека. Обыкновенную фотосъемку. Вот этого человека. Вот. И теперь можно с этой фишкой Canvas обработать фотографию. Предварительный просмотр. И смотрим, как это будет выглядеть. Кстати, друзья, идет с завода здесь гидрогелевая пленочка. Ну, вот как-то так будет выглядеть. При функции Canvas это изображение. Да. Вот, допустим, выставляем сейчас мы эти обои. Сейчас Always-On Display мы включим. В общем, особо запариваться не будем, друзья. В черно-белых цветах будет, вы видели, как выглядеть изображение. То есть, фото. Как на мой взгляд, фишка обалденная. Смартфон, кстати, изначально вот так как-то будет выглядеть. Ну, конечно, это с фотографией. А если вы сфотографируете живого человека, конечно, там будет интереснее. Намного интереснее все выглядеть. Переставляем обои. Оболочка очень простая, друзья. Очень красивая здесь. И виджеты, и погоды. Есть мастер переноса данных с одного смартфона на другой. Если вы покупаете заново. Что касается сообщества, где вы можете делиться информацией. Тоже вот относительно каких-то своих фишек. Здесь форум есть, магазин. Как мы видим, новинки от компании OnePlus. Можно даже заказать, приобрести. Все это, друзья, тут есть. Ну, как на мой взгляд, тут экран выше всех похвал, друзья. Выше всех похвал, экран просто фантастика. Его не хочется выпускать, этот смартфон, из рук. Как-то так. Друзья, теперь относительно тестов. Тест Geekbench. Сейчас мы с вами его запустим. Запускаем. Ну, а вы уже увидите сам результат. Друзья, ну вот закончился тест Geekbench. Быстро он прошел, потому что смартфон с процессором мощным. Поэтому все быстро идет. В одноядерном тесте набирает 743 балла смартфон. Во многоядерном 2680 баллов. Как на мой взгляд, это суперский, суперский показатель. То есть, игровой смартфон. Конкретно, игровой смартфон. Теперь, друзья, Antutu Benchmark. Antutu Benchmark, кстати, здесь версия 9. Самая свежайшая, друзья. Набрал смартфон. 536 баллов. 933. Это показатель обалденный для данного смартфона. Как на мой взгляд. Тест экрана на мультитач. 10 касаний. Проблем нет. Экран бомбезный. То есть, каких-то проблем нет. Ну, в рейтинге тут. Рейтинги, я так понимаю, смартфон обогнал очень многих. Как мы видим, первое место. Почему-то. Вот. Что касается Antutu, как вы видите, тоже проблем нет. По последнему тесту он набирает. Он и больше наберет, я уверен. Если там еще включить производительный режим. Теперь, друзья, что касается троттлинг-теста. Троттлинг-тест. Друзья, сейчас мы быстренько его качнем. Вот CPU троттлинг-тест. Смартфон, как вы видите, работает молниеносно. Без вопросов. Запускаем 15-минутный троттлинг-тест, друзья. Ну, а вы уже увидите сам результат. Ну, что, друзья, вот и окончился троттлинг-тест. Ну, и как вы видите, результаты показывает смартфон идеальные. Максимальная 220 гипсов, минимальная 193 гипса, средняя 211 гипсов. Падения практически нет. Смартфон, процессор не троттлит. Нагрелся, он не нагревается. Я не знаю, ну, как бы, вот я его без чехла держу. И в играх пробовал, сколько я его. Он просто не нагревается. То есть, и так будет из теста в тест. Вот такая вот ровная шкала. То есть, смартфон не троттлит практически. Да не практически, а он не троттлит. Теперь, друзья, что касается игр. Пробуем сразу же Rally Fury. Как идут игры. Сейчас сделаем небольшой зум. Почему-то тут Google Play игры не установлено. Но ничего. Для смартфона это не проблема. Все делается очень быстро, молниеносно. Все летает. Пропустить. Поехали. Прикрутим немножечко звук. Звук в играх вообще, друзья, суперский. Идет стерео. 90 Гц. Практически как 120 Гц изображение. С учетом того, просто если сравнивать, допустим, со 120 Гц или 144 Гц в смартфоне Xiaomi Mi 10T, либо Mi 10T Lite со 20 Гц. Ну, как на мой взгляд, как на мой взгляд, друзья, игрушки здесь не троттлят. Вернее, не тормозят на данном смартфоне. Смартфон работает просто идеально в играх. Я давно не встречал в смартфонах вот такой вот безукоризненной работы. Скажем так, по игровому тесту по 12-ти бальной, друзья, 12 из 12 баллов в игры, играть на таком смартфоне приятно, одно удовольствие. Сейчас мы попробуем закончить этот трек. Вот гонки, асфальт, девятый. Все это я пробовал. Играть надо на смартфоне. Поверьте мне, идет без единого сучка и задоринки, говорят. Да, тут, конечно, из меня игрок очень серьезный, но тем не менее. Как-то так, друзья. Вот, в принципе, гонки. Я вам демонстрирую, как идут. В принципе, сейчас можно показать, как идут на данном смартфоне танки. Автоматически смартфон подтягивает игровой режим. включает усиленную производительность, друзья. Ну, и сейчас сразу в танках в замес 60 фпс внизу я вижу. 60 кадров в секунду. Идет без вопросов, друзья. Сейчас едем в самый замес. Картинка не тормозит. Кстати, друзья, экран очень серьезное отличие от IPS матрицы. Я считаю, лучше пусть будет AMOLED матрица и 90 Гц, чем IPS матрица и 144 Гц. Ну, вы понимаете, о каком смартфоне я говорю. Сейчас едем в самый замес. Самое пекло. Сразу двигатель поврежден. Хоть раз есть. Попал. Надо как-то отсюда или выбираться. Вот так. Сейчас мы его попробуем догнать. Этого товарища. И посмотрим, что из этого получится. Но его уже кто-то догнал. Из-за меня поквитался с ним. На самом деле смартфон игровой. Как на мой взгляд, все равно процессор Snapdragon 855+. Это оптимальное игровое решение, друзья. Так. Куда-то он тут спрятался, этот товарищ. Сейчас мы его найдем. Вот он. Вот, получи по заслугам. Еще и напоследок ему гусеницу сбил. Вот она. Вот она. Давай, давай. Все. Ну да, что-то замесы. 60 кадров в секунду, друзья. Стабильно. 60 кадров в секунду. Вот это вот игровая производительность. Главное, чтобы игрок был нормальный. с меня, конечно, игрок такой. Но, тем не менее, даже я со своим маленьким опытом и то получаю приятные впечатления от игры на данном смартфоне, друзья. Данный смартфон у меня завтра человек приобретает. поэтому очень жаль его отдавать. Но я хочу себе приобрести другой для постоянного пользования. Но этот смартфон на меня произвел впечатление очень приятное. Кстати, 60 кадров в секунду. Так и держится. то есть игровой вариант, друзья, это 200%. Вот, все. Я еще на нем танки валю как лес. Друзья, ну что, финальный вердикт по данному смартфону. кстати, демонстрирую как работает сканер отпечатка пальцев. Он в экране. Работает 100 из 100%. Теперь Face ID с помощью камеры разблокировка смартфона чуть дольше, чем по отпечатку пальца, но тем не менее 100 из 100%. Друзья, что могу по данному смартфону сказать? Финальный вывод. Смартфон стоит своих денег. Если вы найдете этот смартфон дешевле 16 тысяч, даже если БУ, берите смело. Здесь стекло, здесь стекло, по бокам металлическая рамка, флагман. Одним словом флагман, друзья. Камера отличная, аккумулятор выше среднего, скажем так, смотря кто как пользоваться будет. Производительность на высоте, экран выше всех похвал, друзья. Ну, вы видите сами прекрасно. какой это смартфон, какой экран, какие цвета, какие краски. Это просто, скажем так, сам себя продает смартфон. Звук стерео бомбический. Отпечаток пальца, полноэкранный режим, нет никаких вырезов, точечек, капелек, вот этого всего. Стерео звук полноценный. Единственное, друзья, докупить вот такую приблуду сюда, переходник с Type-C на 3,5-мм джек, стандартные наушники включаете, все, поехали, вперед. Конечно, здесь есть нюанс, маленький, тут нет радио, но я не думаю, что это сейчас настолько важно. Оболочка очень дружелюбная, очень легкая, все легенькое, все как бы, нет такого, что надо запариваться, куда-то лезть. Смартфон не греется, не троттлит, набирает безумное количество баллов во всех синтетических тестах. Словом, кому он подойдет? Конечно, он подойдет людям, которые требуют от смартфона многое. Смартфон 16 тысяч гривен стоит, приобрести его в Украине все-таки можно. На мой взгляд, это лучший вариант за свои деньги. Даже в 2021 году, друзья, как-то так. Лучше будет только OnePlus 9, как на мой взгляд. потому что OnePlus 8T, 8 Pro отличный вариант, там 120 Гц матрица, но камера там, конечно, лучше, друзья. Но этот за свои деньги, ну, тот OnePlus и 22 тысячи стоит. OnePlus 9 или 9 Pro это будет, конечно, бомба. Кстати, сегодня должны его представить. Как-то так, друзья. конечно, деткам, ну, я бы такие подарки дорогостоящие не дарил, там, школьникам, потому что это разобьется, либо что-то где-то потеряется, украдут, но лучше такое, конечно, не дарить. Для себя, для жены, для, неважно, для кого-то из родителей, кто, как бы, продвинуть, скажем так, в мобильном мире на подарок, идеальный вариант. Дедушкам, бабушкам, ну, зачем покупать самолет, чтобы ездить за хлебом, на нем летать, сами понимаете. Так, самый лучший смартфон, который я за последнее время тестировал. Он лучше Mi 10 Xiaomi, Mi 10 T Pro, Mi 10, там, и Poco X3 NFC, понятно, ну, Poco X3 в своей ценовой категории не имеет конкурентов, а этот все-таки дороже стоит, в три раза дороже практически, чем Poco X3 NFC. Но, я бы, честно говоря, его даже и не продавал, но есть определенные моменты, которые мне нужны больше, скажем так, чем в нем. То есть, как-то так, смартфон только получил 11 Android, Oxygen S11, еще обновится, я думаю, и до 12 Android, а там может и до 13-го, как-то так. Поэтому, друзья, смело берем, если вы его найдете где-то, смело берем, ну, а найти его можно, это не проблема, например, вот я нашел, я нашел его в помощи, как на мой взгляд, рекомендую. Друзья, кому понравилось видео о данном смартфоне и не только, ставим пальцы вверх под этим видео, подписываемся на канал, если вы еще не подписаны, впереди очень всего много интересного, друзья, много материала и снято уже просто нужно время для того, чтобы отредактировать его и выложить в YouTube. а с вами был канал Технобар Плюс. Как всегда, всем удачи, всем пока, берегите себя.